Здравствуйте! На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас очень сложный вопрос. Я разлюбила мужа. Что мне делать? Вопрос действительно сложнейший, потому что для чего люди женятся? Для чего люди живут в браке? Они женятся и живут в браке для того, чтобы жить в любви. Потому что, собственно, мы не в то время живем, когда муж нужен был для того, чтобы было кому дров нарубить или для того, чтобы кому зарплату принести, чтобы защитить от врагов. Во все времена брак в наибольшей степени выполнял функцию социальную. Про любовь обычно никогда и не говорили. Цитата из моего любимого Евгения Негина. «Знаешь, Таня, в эти леты мы не слыхали про любовь, иначе бы сыгнала со света меня покойница свекровь». Замечательный пушкинист Валентин Семенович Непомнящий говорит, что простой народ под любовью всегда имел в виду «адюльтер», то есть измену. Брак вообще с любовью не связывался в народе никак. Это было что-то такое, пришедшее из-за границы, и, может быть, для каких-то зажравшегося барина что-то такое про любовь. И то, еще раз говорю, это связывалось не с семейной жизнью барина, а с его похождениями куда-нибудь налево. Мы с вами все-таки отделены уже от того времени, может быть, и не таким продолжительным временем, но целой эпохой. В наше время действительно люди женятся и живут в браке для того, чтобы любить и быть любимыми. И ситуация, когда человек разлюбил своего супруга или свою супругу, является настоящей трагедией. Что с этим делать? Ну, во-первых, осознать, что мы не управляем своими чувствами. Мы, конечно, можем на них влиять, но управлять ими не то что в полноте, а даже хоть как-то серьезно мы не способны. Это первое как бы вводное. Второе вводное, если мы христиане, то нам напрямую адресованы слова Священного Писания, которые передает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, «Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». Ну и во множестве других мест красной нитью проходят слова, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. То есть для православного человека, вообще для христианина, развод – это не способ решения проблемы вообще любых трудностей в браке, за исключением, может быть, какого-то очень ограниченного перечня, когда речь идет буквально о жизни и здоровье, или прямой измене. То есть во всех остальных случаях развод не рассматривается как выход из этой проблемы. Что же нам все-таки делать? Ну, во-первых, любовь – это когда не кто-то существует для тебя, а когда ты существуешь для кого-то. Это очень важно помнить. В XIX веке существовала, например, даже такая фраза, которой девушка должна была отказать в том случае, если она не хотела выйти замуж за человека, который сделал ей предложение. Она должна была сказать «Простите, но я не смогу составить вашего счастья». То есть подразумевается, что мы женимся и выходим замуж не для того, чтобы сами быть счастливыми, а для того, чтобы сделать счастливым нашего мужа или нашу жену. Это очень важно помнить в ситуации, когда вы разлюбили вашего супруга. Поэтому надо постараться сделать так, чтобы ему было не так больно. Понятно, что любящий супруг обязательно почувствует изменившиеся ваши отношения. Мы всегда чувствуем, а любит ли нас тот человек, которого любим мы. Поэтому, конечно, если вы разлюбили мужа, муж не может не чувствовать того, что вы его не любите. Но эту боль, которую он будет испытывать в связи с изменившимися вашими чувствами, надо сделать минимальной. То есть по возможности ни в коем случае не надо ему говорить о том, что вы его не любите. Вы знаете, вот есть такое правило в отношении воспитания детей. Ведь наши дети тоже могут быть более любимыми и менее любимыми. Вот в кого надо больше вкладываться? В того ребенка, которого вы любите, или в того ребенка, которого вы не любите? Но так уж получилось, вы не испытываете к нему тех чувств, как, например, к другому. Так вот, вам всегда скажут опытные профессионалы, что, конечно, вы должны подчеркнуто больше делать тому ребенку, которому у вас меньше чувств. Чтобы он и так уже, будучи обделенный вашей любовью, все-таки получил от вас компенсацию хотя бы в ваших делах, если не в чувствах. То же самое относится и к супругу. По возможности старайтесь побольше делать для него. Приготовить. Если вы любите мужа вот всем сердцем, вот прям вот у вас медовый месяц на душе, если вы вдруг не приготовите ужин, или не скажете ласкового слова, никто и внимания на это не обратит. Да какая разница, он и так чувствует вашу любовь. В этой же ситуации старайтесь действительно быть по отношению к нему подчеркнуто внимательным. Особо слушать, что он вас просит. Особо делать то, что ему приятно. Не старайтесь делать это обязательно с какими-то чувствами. Не нужно стараться выдавить из себя чувства. Нету и нету. На нет и суда нет. Но делайте то, что вы должны делать, как заботливая, преданная, добрая жена. И дальше, как говорил Марк Аврелий, делай, что должно и будь, что будет. Выполняйте свои обязанности доброй жены. Старайтесь при этом заполнить свою жизнь чем-то важным и нужным для вас. Ведь да, когда уходит любовь по какой-то причине, я сейчас не имею возможности подробно разбирать, от чего это происходит, от чего получается так, что некогда любимый человек перестаёт быть вами любимым. Это сейчас выходит за рамки этого вопроса. Постарайтесь заполнить свою жизнь содержанием. Пусть это будет чтение Слова Божие или просто интересных книг. Пусть это будет... То есть ваша жизнь не должна быть пустой. Она должна быть наполненной. По-настоящему большой и серьёзной проблемой это становится только тогда, когда до этого момента муж был для вас центром вселенной. Если вот самое главное, что в вашей жизни было, это вот была ваша семья и любовь к мужу, то ситуация, когда любовь ушла, это становится прямо вот проблемой жизни и смерти. Вот. Если же у вас есть много всего важного и интересного, и ваша семейная жизнь и ваш муж является лишь частью одной из чего-то многого, одной частью из многих частей, из которых состоит ваша жизнь, то безусловно отсутствие любви будет для вас проблемой, но не будет вопросом жизни и смерти. Так вот, постарайтесь наполнить свою жизнь важными, нужными, полезными делами, при этом стараясь быть преданной женой, заботливой матерью своим детям, то есть исполнять свои семейные обязанности. Я уверен, что если вы не будете бесконечно мучить себя, рефлексировать над вопросом, что делать, что происходит, почему мои чувства не соответствуют тому, чего бы я хотела или тому, что было раньше, ваши чувства вернутся. Постарайтесь уважать вашего мужа. Постарайтесь, еще раз хочу сказать, постарайтесь делать то, даже если вам не за что его уважать, постарайтесь найти в нем те положительные стороны, за которых его можно уважать. Стакан всегда наполовину, но глаза любви видят, что стакан наполовину полон. Глаза равнодушия или гнева или обиды видят, что стакан наполовину пуст. И если вы сейчас не видите в вашем муже тех достоинств, которых видели раньше, постарайтесь их все-таки увидеть, специально увидеть, не просто вот как есть, а так, чтобы вот вы... Вот и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо, и это замечательно. Постарайтесь увидеть в нем плюсы. Наверняка они есть практически в любом. Мужа, которого когда-то было за что любить. Наверняка в нем есть за что его любить и сейчас. Но еще раз хочу сказать, не старайтесь выдавить из себя какие-то чувства. Пусть будет, что будет. И любовь вообще устроена таким образом, что часто она действует от внешнего к внутреннему. И молите Господа, чтобы он вернул и даровал вам любовь, потому что все доброе, что в нашей жизни есть, оно, конечно, от Господа. И мы должны делать, что мы должны делать. А наградить ли нас настоящей любовью, наградить ли нас теми чувствами, это уже зависит от Бога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!